Дон с семьей улетели в Вену на самолете Рината Ахметова. Вот так писали телеграм-каналы. Давайте же говорить, как писали. Смотрите, я в отличие от офиса президента и от самого президента, которые заврались уже, потому что боятся говорить правду, я всегда говорю правду и говорю то, что думаю. Всегда, так проще жить. Поэтому я вам и сейчас скажу правду. Все знают и у нас в стране и за рубежом, что в течение, сколько у нас война идет, с 14-го года, 8 лет почти, что в течение 8 лет я последовательно борюсь с Путиным, с российским, имперским этим мышлением, с российской пропагандой. Это должно делать наше государство. Но наше государство этого не делает, к сожалению. Наше государство может создавать кучу телеканалов для борьбы с российской пропагандой. Дом, там Рада, еще что-то. Но на самом деле эти телеканалы пока борются только с теми, кто критикуют нашего президента. На деньги налогоплательщиков. А с российской пропагандой, с Путиным почти никто не борется. Все языки в жопу засунули, извините за выражение. Я эти 8 лет сам, в одиночку практически, за свои деньги, со всей этой гадостью и нечистью борюсь. И когда мне говорят, что парашютно-десантный полк может спуститься на Киев, а говорят это не в подворотнике какие-то тетушки, а говорят люди, которые знают, о чем они говорят. Я, естественно, понимаю, что поскольку я являюсь личным врагом Путина и кремлевской банды, я понимаю, что удар может быть нанесен по моей семье, если они окажутся в Киеве. Поэтому для меня однозначно то, что я остаюсь дома, моя жена остается дома, а людей, за которых я отвечаю, это моя семья. Это мой папа 85 лет, это Олесин дедушка 85 лет, это ее мама, это маленькие дети. Вот моя семья должна быть в безопасности, потому что я не могу бороться со связанными руками, а дети и пожилые родители, которые остаются тут, если сюда войдут русские, это мои связанные руки. Я должен быть свободен, и я должен ни о ком не думать. Я должен думать о борьбе. Поэтому я остаюсь здесь, я никуда не выезжал, Олеся никуда не выезжала, а семью мы вывезли в Вену, потому что я не хочу рисковать ими. Теперь, что касается самолета. У меня есть достаточное количество друзей, которые имеют личные самолеты. И я рад, что практически все они позвонили и предложили свою помощь. Первым позвонил Ренат Ахметов. Это человек, с которым я дружу, которого я очень уважаю. И я эту помощь принял. И я ему очень за эту помощь благодарен. И я хочу сказать, что всем, кто сейчас будет ерничать, я желаю только одного – иметь таких друзей, как Ренат Ахметов. Потому что этот человек надежный, который приходит на помощь тогда, когда эта помощь необходима. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.